Спасибо. Коллеги, итак, сегодня я расскажу про внеурочное событие, которое мы назвали «Историей читательского успеха». Успехов у читателей, наверное, бывает много и разных, но я расскажу, как это сделать с помощью программного комплекса «Аналитик чтения». Я сразу, чтобы понимать, насколько подробно мне говорить об «Аналитике», я попросила бы тех коллег, которые уже знакомы с этим программным комплексом, нажать на этот огонек на реакцию аудитории, чтобы я понимала, к скольким человекам я могу обращаться. Да, спасибо. Не переставайте это делать, чтобы я понимала. Спасибо, коллеги. Ну, вот этот зачин я тогда сделаю покороче. Было 12, стало что-то опять все уменьшаться. Ну, где-то около 12 человек из присутствующих. Помогайте мне, задайте вопросы. Я знаю, что у тех, кто пробовал, есть вопросы и по использованию самого программного комплекса, и, конечно, будут вопросы по календарю сетевого события. Ну, вот такой общий зачин по актуальности темы. Я здесь скажу, что действительно по-разному мы воспринимаем эту ситуацию. Кто-то воспринимает остро и болезненно, кто-то пишет посты, что это ничего особенного, есть другие средства, кроме книги, для того, чтобы человек в информационном обществе существовал. Но в целом мы понимаем, что наши школьники действительно на две таких равных группы делятся. 26% учеников основной школы читают, имеют затруднения в чтении и читают на уровне учеников 2-3 класса. Рядом с ними учатся их одноклассники, которые читают на уровне старшеклассников. И учитель имеет дело и с той, и с другой группой, должен выстраивать свою стратегию учительскую, ориентируясь на тех и на других. Тем более, что эти 26 человек, которые читают с затруднениями, они испытывают затруднения во всей школьной жизни, потому что они плохо понимают задания по любому предмету, читают медленнее, не могут пересказать текст, выделить главное в прочитанном. Это влияет на полностью всю школьную успешность. Именно поэтому мы в новых обновленных стандартах увидели задачу по формированию читательской грамотности и овладении техникой смыслового чтения слух и про себя. Надо сказать, что именно для решения вот этих задач, для помощи, не для решения, прошу прощения. Конечно, решать эту задачу никто, кроме учителя в содружестве с родителями, не сможет. А вот помочь учителю сможет программный комплекс аналитик чтения. Чем? Ну, во-первых, он поможет провести диагностику, просто потому что инструменты уже встроены в этот программный комплекс, а он сделан в виде сайта, то есть ничего не нужно загружать, устанавливать. Вы с помощью этого сайта сможете и проверить скорость чтения учеников, и подобрать тексты для этой диагностики. И в вашем личном кабинете, то есть на сервере программного комплекса будут храниться все ваши исследования, и вы сможете, сохраняя эти исследования, дальше уже выстраивать индивидуальную работу с учеником и возвращаться к результатам. Мониторинг, в общем-то, в этом и заключается, тем, чтобы и вместе с учеником, и вместе с его родителями наблюдать за изменениями, которые происходят в чтении ваших учеников. И, кроме того, там есть база самих текстов, с помощью которых можно проверять и вопросы к этим текстам. Мы постоянно совершенствуем критерии для определения читательской грамотности, все время сверяем их с тем, что дает Федеральный институт педагогических измерений, что делает институт стратегии развития образования. Поэтому, во-первых, там, где мы измеряем, идет онлайн измерение читательских компетенций школьников, мы сразу для мониторинга помогаем определить этот уровень начальный и средний, высокий для начальной школы и три уровня для основной школы. И таким образом, когда мы говорим, как продвигается ученик, мы говорим, как он продвигается в течение года по этим уровням. Значит, вот оценка читательских компетенций. Коллеги, вот сейчас те, кто уже знают, о чем я говорю, кто уже пощелкал, те, кто уже имеет регистрационные ключи и уже проверили на себе, на своих учениках, вы можете подключаться к этому разговору, к нашему, уточнять меня, задавать вопросы в чате, если они у вас возникли. И я уже буду не просто говорить, а буду продвигаться с учетом вашего опыта. Итак, вот этот модуль оценка читательских компетенций. Что здесь вы можете выбрать с помощью этого программного комплекса? Вы можете выбрать текст с определенного объема слов в соответствии с тем, со стандартом, который задает объем текстов для чтения. Важно, что вы можете выбрать содержание текста, естественно, научное или гуманитарное. И я очень советую делать это дифференцированно, то есть не давать всем детям один и тот же текст. Почему? Помогите им прочитать лучше. Как бы получается, есть такое, мне не очень нравится, оно немножко пошлое такое выражение, будьте лучшей версией себя. Так вот, лучшая версия нашего ученика, читающего, это когда он читает текст, который ему интересен. И если, да, мне интересны, естественно, научные тексты, я буду читать лучше, потому что мне интересно то, что я читаю. Если я гуманитарий, то я буду читать лучше, качество моего чтения будет лучше, меньше ошибок, скоро чтение увеличится, потому что мне интересно то, что я читаю. Помогите детям прочитать лучше. Дайте ему тот текст, который, по вашему мнению, ему будет интересен. И уровень чтения здесь тоже очень важно, потому что уровень чтения, мы уже, я даже уже сейчас еще раз это подчеркнула, он зависит даже не от класса. Внутри, да, у класса может быть несколько уровней. То есть у нас ученик, например, в пятом классе может читать на уровне, там, третьего, четвертого класса. Так не давайте ему тот текст, который ему заведомо для него служен. Дайте текст, который соответствует его наличному уровню, чтобы он двигался от своего уровня, а не от какого-то уровня среднего по больнице. То есть помогите, то есть в данном случае, выбирая объем слов, тематику, уровень чтения, мы помогаем нашему ученику быть вот этой лучшей версией себя с помощью аналитика чтения. И вот непосредственно, вы знаете, не очень сложная такая вещь, но, на мой взгляд, ну, просто, как сказать, бомба для самого процесса, для самого процесса развития читательских компетенций. Значит, при тестировании я ввожу список класса поштучно, ввожу имя, фамилия тестируемого, класс, и у меня здесь появляется вот этот встроенный такой таймер с инструкциями, как проводить с его помощью тестирования, с анкетой, ну, проверить микрофон, это понятно, потому что будет идти аудиозапись. Будет вести аудиозапись. Я выбираю сначала текст, который я подобрала для этого класса и для этого ученика. Ну, вот в данном случае я выбрала текст «Как появились первые деньги на Руси». Дальше. У меня есть возможность скачать этот текст. И вот здесь очень важно понимать, что текст, который мы читаем с экрана, это, вернее, не так, чтение с экрана не равно чтению с бумажного носителя. Мы читаем по-разному. И когда мы говорим о читательских компетенциях, мы говорим о двух компетенциях – умении читать с экрана и умении читать с бумажного носителя. И давайте начнем с умения читать с бумажного носителя. Поэтому текст, который ученики будут читать, если у вас нету специальной задачи проверить умение читать с экрана, то лучше вывести на печать. У вас такая возможность есть. Вы можете скачать этот текст в двух форматах – из блокнота, либо из PDF-ного файла. И здесь мой совет сделать это из блокнота, потому что вы можете дальше пересохранить этот текст и в соответствии с возрастом и с анпинами выставить нужные шрифты, нужный размер шрифта, нужное расстояние между строк, то есть отформатировать этот текст в соответствии с возрастом учащихся, которым вы даете этот текст. Дальше. Ну, инструкция, как проводить анкетирование – это для вас, это не для учеников. Вы можете скачать анкету. В этой анкете есть табличка для фиксации правильности чтения, то есть сколько… Это особенно важно для начальной школы. Сколько сделано ошибок в чтении. Это может только сам учитель сделать. И кроме того, в анкете есть вопросы. Значит, те, кто уже пробовал использовать аналитик, тут у них, я вообще-то думала, будут вопросы, но они помалкивают. Поэтому я скажу, даже если мне никто не задавал этот вопрос. Во-первых, сейчас у нас не ко всем текстам есть вопросы. То есть будьте готовы к тому, что, возможно, вы выберете текст, которому в анкете не будет заготовленных вопросов, тогда вы их сами. Вот этот вордовский файл, поскольку скачать анкету, вы можете внести. Это первое. Второе. У нас сейчас идет активная работа, и буквально в течение месяца появятся, будут залиты вопросы. То есть они подготовлены, эти вопросы. И сейчас проходит проверку просто на качество. Эти вопросы будут залиты в аналитике для текстов в начальной школе. Они будут. И кроме того, Казанский федеральный университет, лаборатория отдельно лингвистических исследований, сейчас готовит вопросы и тесты к текстам для основной школы, которые бы соответствовали тем спецификациям, которые делают ФИПИ для анализа. ФИПИ – это Федеральный институт педагогических измерений, вы все знаете, для анализа читательской грамотности в основной школе. Напомню, что сейчас у нас ФИПИ предлагает вот такие тексты на своем сайте только для основной школы. Для начальной школы там вообще пока ничего нет, и практически получается, все, что есть, вы можете, все, что есть, вы увидите вообще только в аналитике чтения. Более того, есть тексты, которые вы хотите использовать, но они где-то находятся вовне, ну, например, вы участник там московского проекта по развитию как-то там не читательской грамотности, как-то там более красиво это все названо, вы можете просто загрузить эти тексты в аналитик, то есть вы можете их добавить. И начинаем тестирование. То есть вы говорите «я начинаю», нажимаете на кнопочку «начать», и наш ученик, вот Николай Петров из 6-го Б, начинает читать слух. Он начинает читать слух, и программный комплекс, и программный комплекс просто, не просто или не просто записывает, записывает, делает аудиозапись этого чтения. Когда вы считаете нужным остановить чтение, вы нажимаете на кнопочку «стоп», и вы нажимаете на кнопочку «стоп», и аудиозапись чтения завершается. Вы задаете вопросы ученику на понимание. Ну, вот вы видите сейчас, это анкета онлайн, находится ту, которую вы скачали, она есть и онлайн. Вы видите, здесь оценка качества чтения, сколько ошибок было в тексте. Вы отмечаете. И вот правильно или нет, отвечают на вопросы по содержанию. там, что было прообразом денег на Руси, но это на понимание текста. Как, что там, прозвали мех в Древней Руси, это вопросы на понимание. И в зависимости от того, что правильно или нет ответил ученик, мы можем оценить понимание. Будут также, еще раз напоминаю, тексты, где автоматически вы не сможете проверить понимание. Где понимание вам придется проверять самим, формируя вопросы к тексту. Ну и, соответственно, самим оценивая, правильно или нет, отвечает ученик. Сразу скажу, что вот эта часть, связанная со смыслом, с пониманием текста, в настоящий момент ее оценивает только человек. Автоматически она не оценивается. И вот, и вообще не знаю, надо ли дожидаться тех времен, когда кто-то будет, ну, наверное, если мы сделаем что-то такое, распознавание текста качественное, да, кто-то будет оценивать автоматически, правильно я ответила или нет. Потому что здесь важно все. И интонации, и паузы, которые делает человек. В общем-то, в целом, пока что это в руках учителя. Оценка смысла. Оценка понимания смысла прочитанного. Я нажимаю на кнопочку «Сохранить», и дальше идет автоматическая обработка. Результаты тестирования. В данном случае итоговый балл 2. 2 – это не школьная отметка. Поскольку у нас всего это оценивается 0,1 и 2 балла, то это оценка уровня. Тестируемый имеет средний уровень компетенции чтения для предметного обучения. И дальше идет комментарий, что нужно делать для развития этого уровня. Мы можем начать новый тест с новым учеником или перейти к результатам. Вот в целом результаты тестирования всех учеников, они хранятся у учителя. Я могу сортировать эти результаты по классам, по датам и по уровням. То есть я могу увидеть, сколько у меня учеников низкого уровня, сколько учеников среднего уровня, сколько учеников высокого уровня. Если у меня тестировалось несколько классов, я могу сортировать по классам, по дате исследования. Это все нам важно для мониторинга. Вот здесь будет уже более подробное описание рекомендаций к уровню. И скачать аудиозапись. Вот видите, вот эта стрелочка. То есть аудиозапись этого чтения, как Николай Петров прочитал этот текст в этот день, вы можете ее скачать, либо и передать самому Николаю, чтобы он дома послушал, как он сегодня читает, вместе с родителями послушал. Но и кроме того, конечно, эта аудиозапись хранится на сервере в базе данных аналитика чтения, и вы можете всегда к ней вернуться. Вот в целом вы видите, если вы зашли под своим аккаунтом, вы видите все результаты тестирования, статистику. Вы можете, да, вот здесь я уже... Вы можете сортировать результаты свои, получается уже не только учеников, но своей работы, потому что вы сортировать это по датам, выбрать это по классам, скачать статистику и в целом, получается, представить результаты своей работы на металлических совещаниях, конференциях, везде, где вы представляете на аттестации, везде, где вы говорите о своем опыте. И вот рассматривая эти возможности программного комплекса, мы как раз и предлагаем вам принять участие в целом сетевом событии, которое называется «Историей читательского успеха». Мы уже поняли, что аналитик чтения позволяет выбирать тексты, которые интересны ученику, подстраиваться под его уровень, сохранить результаты, причем не только в виде диагностических результатов, фиксации уровня чтения, но и в форме аудиозаписи чтения. Казалось бы, простой функционал, но мне кажется, он позволит совсем по-другому отнестись к самому процессу развития читательских компетенций учащихся. Мы можем организовать вот именно индивидуальную работу с учениками, привлечь родителей и самих ребят к вот этой задаче, к цели научиться читать лучше, научиться понимать глубже. Поэтому мы предлагаем учащимся от 8 до 12 лет вместе со своими учителями, с библиотекарями, которые системно используют программный комплекс аналитик чтения, как раз принять участие вот в этом сетевом событии истории читательского успеха. Вообще не вижу вопросов, например, а кто это у нас системно использует программный комплекс? Где ваши вопросы? Вот что тут сидите? Все системно его используете или наоборот не собираетесь использоваться? Задавайте вопросы. Итак, что вы посоветуете для лучшего понимания текста конкретнее? Ну, конкретнее мне трудно сказать. Что такое конкретнее? Если говорить о конкретизации, то тогда нужно, первое, надо спросить либо самому учителю или библиотекарю, ну, он может, зная ученика, предвидеть, что ему интересно, либо спросить у самого ученика, тебе что интересно, про что читать? Ну, в зависимости от возраста ученика можно дальше конкретизировать, сказать, тебе интереснее читать про природу, про животных или про технику? Тебе интереснее про людей и их историю или про там, про научное открытие, да? И в зависимости от того, какие ответы вы получите, вы можете для именно этих детей подобрать эти тексты. Если говорить для лучшего понимания. И, конечно, для лучшего понимания нужно, во-первых, провести хорошую инструкцию для учеников и сказать им, что мы для лучшего понимания проверяем не столько скорость чтения, да, сколько вдумчивое чтение. Поэтому, кроме скорости, будут важны ответы на вопросы. А вот здесь по вопросам надо сказать, сейчас, в принципе, для понимания нужно еще и для лучшего понимания выявления понимания текстов, нужно еще и методически грамотно выстроенные вопросы, которые помогают именно уровень понимания определить. Вот у нас сейчас с помощью президента Русской ассоциации чтения выстроена технология формулировки вопросов, которые бы проявляли уровень читательских компетенций в плане понимания текста. В соответствии с этим мы сейчас вот как раз и занимаемся начальной школы. Вот просто они у нас, батарея этих вопросов уже разработана, мы их экспертируем и они будут заливаться в ближайшее время. А пока что, прошу прощения, получается все на ваше усмотрение. Единственное, что в чем тут, в чем вам в помощь, это множественно существующие и издающиеся активно всякие методички для проверки читательских компетенций, читательской грамотности учащихся. Поскольку вы можете заливать и вопросы к ним, вы можете просто залить этот файл, то есть добавить этот файл в аналитик чтения, либо просто распечатать этот текст и предложить ученику отвечать на уже вопросы, которые кто-то для вас разработал. Значит, это для лучшего понимания чтения. И, кстати, хороший вопрос, спасибо, Анна. И вообще-то понятно, что мы при первом тестировании мы еще даже не можем зафиксировать уровень, если у нас заранее не было зафиксировано. На следующем, втором тестировании мы можем уже отталкиваться от того уровня, который у нас был. Так вот, история читательского успеха, собственно, это же анализ совместный с учеником его родителей. этих вот результатов. Получается, в сентябре и октябре мы провели первое тестирование, поняли наличный уровень и поставили задачи, до какого уровня мы хотим вырасти в декабре. Вместе с учеником, вместе с родителями. Он дома уже прослушал еще раз аудиофайл свой. И вместе с родителями сказали, над чем нам нужно поработать, что нам нужно сделать. И потом он уже пришел в класс и вы вместе или в библиотеку и вместе с учеником вы обсудили, у тебя какая задача, что ты хочешь научиться до декабря, научиться делать, а ты. вот в декабре, в январе вы проводите второе тестирование. И здесь уже проявляются у вас ученики, которые достигли удивительных результатов, которые можно поставить в пример другим. Не как читай, как Лена или Вася, а как Лена или Вася смогли вырасти, как они смогли сами себя продвинуть. И вот собственно история читательского успеха это истории конкретных учеников, которые может быть и не достигли высочайших успехов, хотя бы потому, что они слишком с низкого уровня начали, но которые сами относительно себя, понимаете, ну совершили вот этот маленький ученический подвиг, они вырастили сами себя как читатели. Поэтому мы в апреле вы проведете третье тестирование, вы найдете вот этих учеников, про которых вы можете рассказать интересные, поучительные истории, и мы с вами соберемся в мае на форум, на котором как раз это будет форум как бы истории читательского успеха ваших учеников и ваших успехов как учителей, как родителей, как библиотекарей. Поэтому каждый ученик, которого вы хотите включить в это, сетевое событие истории читательского успеха, получит сразу сертификат участника этого события. Вы зарегистрировавшись, ссылочку на регистрацию мы в чате сбрасывали, зарегистрировавшись на это событие, вы получите сертификат организатора этого сетевого события. и затем все участники этого события, которые выйдут на вот этот финал, мы не призываем вас какой-то может быть излишней публичности, но суть этого события заключается в том, что этот успех фиксируется, фиксируется и для самого ребенка, и для родителей его, и для самого педагога или библиотекаря. Поэтому мы призываем размещать эти истории уже успеха у себя в тех пабликах, в которых вы работаете, это может быть там соцсети, это может быть там телеграм-канал, это может быть блог, то есть вы эту историю рассказываете, и для той аудитории, которая с вами, а нам вы присылаете лишь ссылку на эту историю и получаете благодарность от имени организаторов этого межрегионального сетевого события. Вот такая задумка. Сейчас регистрироваться не поздно, потому что еще не поздно вместе с учениками провести вот это первое тестирование. Я сейчас дам приходите на наш канал, я сейчас вернусь к ссылочкам, которые в самом начале. Так, пока что я не вижу, Татьяна еще не размещала ссылки, которые я ей давала. Я попрошу сейчас мы да, пока не вижу эти ссылочки. Татьяна обязательно а вот сейчас секунду. Телеграм-канал творческой группы, сейчас я скопирую и еще раз вниз поставлю. Вот сюда присоединяйтесь, здесь я вам дам ссылочку для регистрации. ой, прошу прощения. Да что такое? Да. Еще совсем не поздно и мы очень ждем вас. Вас на этом событии. Вот не знаю, я пока что думаю, что это будет событие полезное для всех. Первое. Полезное для детей, потому что они будут, понимаете, не тестируемыми, а соучастниками, понимаете, собственного успеха. Они, не только мы будем ставить цели развития читательской грамотности, но они сами будут ставить перед собой эти цели. Всего лишь, понимаете, такая мелочь, как дать возможность ученику послушать самого себя. Да он сам поймет, он сам сможет поставить задачи. Что он хочет? Только надо ему помочь эти задачи сделать посильными. Понимаете, эти задачи должны быть не догнать нашего отличника или не читать так же хорошо, как читают мои родители, а сделать задачи посильными. Вот сегодня вы видите, я интонацию конца не ставлю в предложении. Я читаю без пауз, я читаю без выражения. Сделай маленький шажок, давай следующий раз прочитаешь, постараешься выполнить эту задачу. Я читаю, я делаю 6-7 ошибок как при чтении, а давай я поставлю задачу сделать 3-4 ошибки, помочь это поставить реальную цель ученика и дальше он сам слушает следующее свое чтение и сам ставит следующие цели. А всего лишь такой простейший функционал как дать ребенку аудиозапись чтения и после следующего тестирования в декабре он снова получит свою аудиозапись и у него будет возможность сравнить и поставить следующие задачи. Это вот для ученика. Для учителя слушайте, вы так много работаете, вы так много делаете и библиотекарей, и учителя. И вот представьте себе, во-первых, вы участвуете в большом межрегиональном сетевом событии как организаторы. вот вам сертификат организатор. Вы рассказали историю читательского успеха своего ученика. Ну, во-первых, любой родитель скажет вам спасибо. Во-вторых, вы это используете опять для своей тестации, потому что вы получите благодарность вот от как участник этого межрегионального сетевого события. с помощью аналитика чтения у вас перед глазами будет все результаты тестирования ваших учеников. Вы сможете показать, что как вы проводите мониторинг электронный с помощью инновационного программного комплекса. Слушайте, ну, я уверена, что на любой конференции, на любом семинаре ваше выступление пройдет на ура. На ура. Поэтому я считаю, что это прям отличный повод для того, чтобы участвовать в этом сетевом событии. Но мне так и никто не задал вопрос, кто такие люди, которые системно используют программный комплекс аналитик чтения. Значит, ладно, хоть вы и не задали этот вопрос, я вам отвечу. Значит, для участников этого межрегионального сетевого события мы даем на время участия в этом сетевом событии, то есть на этот учебный год бесплатно регистрационный ключ для использования этого программного комплекса. это первое. Второе. Да, вот я вам, то, о чем я вам говорила, это календарь этого сетевого события, да, чтобы вы не потерялись, весь он здесь, и обратите внимание, когда мы сейчас, мы все-таки не случайно сказали, что это внеурочная деятельность, вы можете вписать это событие и участие в нем, ваш план внеурочной работы, во все ваши внутри школьные, внутри или даже муниципальные мероприятия, которые проходят у вас и в рамках реализации ГОС, и конкретно в рамках решения задачи формирования функциональной грамотности, более того, если вы помните, как формируется сейчас план этого, план внеурочной деятельности, программа внеурочной деятельности, если вы в этом году обкатаете, вы в следующем году можете представить это событие, а оно же на целый год расписано, видите, с сентября по май, вы можете уже его расписать как внеурочная деятельность по направлению формирования функциональной грамотности, и оно у вас уже встанет в расписание внеурочной деятельности, поэтому мы вам в этом поможем, скажу прямо, и приглашаем вас к сотрудничеству, приглашаем сотрудничеству отдельных учителей, в целом всю школу, которую вы представляете, потому что для школ у нас есть проект целый, и если вы сейчас зайдете на сайт проекта «Аналитик чтения», вы можете по запросу «Аналитик чтения» по запросу «Аналитик чтения» найти этот сайт, так вот, и там есть такой раздел о проекте, вы можете увидеть, что там есть предложение для целой школы, мы заключаем договор о сотрудничестве со школами, и мы сейчас представили для Министерства просвещения на конкурс Министерства просвещения, он сейчас на экспертизе проект, на как этот проект, как федеральный инновационный проект, для школ мы предлагаем включиться в целый федеральный инновационный проект, причем поддержит нас министерство или не поддержит, мы будем рады, если поддержит, у нас будет прямо называться так, федеральный проект по приказу Минпроса, но если мы не пройдем по этому приказу, ничего особенного не произойдет, у нас просто, мы будем работать, по-прежнему этот проект будет реализовываться, мы по-прежнему, у нашего договора сотрудничества останется в силе, но и в целом, тогда вы будете не в одиночку работать, а вы будете работать вместе со своими коллегами, и, конечно, вам будет уже легче и интереснее работать внутри школы, вы будете целенаправленно двигаться, и, конечно, я представляю себе, если сейчас, да, про финансирование сейчас отвечу, если, сейчас я обращаюсь к библиотекарям, я представляю себе сейчас следующую схему, если это, если речь идет о школьной библиотеке, да, то, ну, понятно, что школьный библиотекарь вписан вообще всю систему внутришкольную, и в том числе в неурочной деятельности, а если идет речь о библиотеках муниципальных, то я себе представляю сейчас наше сотрудничество следующим образом, в рамках этого, в рамках этого проекта, вы подключаетесь к этому событию в межрегиональном истории читательского успеха, и можете действовать как это, двумя путями, есть такой анекдот, подлежащий, подчеркиваю, одним чертом, а сказуемое двумя чертами, так это, вы можете двумя путями пойти, во-первых, вы сами внутри библиотеки можете проводить этот мониторинг, и эти истории делать, и второе, вы включаясь, вы получаете регистрационный ключ, и делегируете этот ключ учителю, который записал своих детей в вашу библиотеку, да, ну, например, там, вы предлагаете там, школе близлежащей от вашей библиотеки, которая сотрудничает с вашей библиотекой, что у нас есть возможность подключить ваших педагогов к межрегиональному сетевому проекту, значит, вот те педагоги, которые привыкли приводить детей в вашу библиотеку, записали своих детей в вашу библиотеку, вот вы им рассказываете об этом событии, вы становитесь организатором этого события, а не помогаете учителю провести, а он непосредственно уже это диагностику и мониторинг он проводит уже со своими детьми в классе, потому что вы передали им этот ключ, а сами являетесь именно организатором этого сетевого события, либо сами проводите это в библиотеке. В целом это так. Теперь отвечаю про сотрудничество с школой и финансирование. Значит, смотрите, само, само вот это событие, историю читательского успеха, идет на нефинансовой основе, то есть, более того, мы даже обучаем педагогов в работе за счет как раз директ-медиа обучаем педагогов в работе с программным комплексом. И сейчас Татьяна даже сделает ссылочку на эти курсы. Да, вот сейчас ссылочка есть телеграм-канал творческой группы, история читательского успеха, ссылочка как зарегистрироваться, и сейчас Татьяна сделает ссылочку до телеграм-канала курсов, то есть, на этих курсах мы просто обучаем педагогов работать с программным комплексом за счет директ-медиа. И пока школа участвует в этом сетевом событии, регистрационный ключ мы предоставляем бесплатно. На самом деле мы рассчитываем так, если войдете вы во вкус, да, то вы то ваша школа в дальнейшем рассмотрит вопрос уже на финансовой основе работать с программным комплексом аналитик чтения и оплатить лицензионное соглашение. Вот сейчас на время проведения этого события школа получит, получается, регистрационный ключ бесплатно и за счет директ-медиа обучения педагогов. Теперь про финансирование я ответила, если дополнительные вопросы остались, задавайте. Теперь про Кыргызстан. Вы знаете, у нас есть в группе коллеги из Кыргызстана, которые обучают детей вот по программе сотрудничества с обучением что такое русские школы за рубежом, что ли, такое, но в целом, да, они, то есть, мы уже сотрудничаем с школами Кыргызстана. Я не знаю, относитесь вы к этой категории школ, либо к другой категории школ. Пока что получается, мы в рамках вот этого события, мы лицензионный ключ предоставим вам бесплатно. В дальнейшем, если речь будет идти о покупке лицензионного ключа, это будет другой разговор вне рамок сегодняшнего вебинара. Теперь, программу в частных образовательных центрах, конечно, у вас стоит та же самая задача формирования читателя и никакой разницы, какова форма собственности, конечно, никаких ограничений здесь на чистых и нечистых у нас нет. Мы сейчас приглашаем всех коллег, которые занимаются развитием читателей, именно принять участие в этом сетевом событии истории читательского успеха. Так, еще вопросы? Ну, давайте я перейду к следующему слайду. Да, ну, вот здесь вот подробнее здесь вот как раз я прописывала способы сотрудничества со школами, причем мы подписываем сотрудничество со школами уже в рамках вот этого межрегионального сетевого проекта и непосредственно работаем со школьной командой, со школьной командой, которая представляет дальше уже вот который включается в апробацию и использование сценариев программного комплекса в учебном процессе урочной и внеурочной деятельности. Надо сказать, что вот этот проект, который федеральный мы делаем, он да, о вас я сейчас скажу, прям буквально одну фразу скажу про федеральный проект, там суть, там значительная часть будет посвящена именно формированию стратегии смыслового чтения. За это направление берется Наталья Николаевна Сметанникова, это президент Русская Ассоциация Чтений, многие знают ее как раз по таким методическим книжкам, по стратегиям смыслового чтения, и Наталья Николаевна будет непосредственно вот работать уже с учителями школ, которые в этот проект включатся с тем, что по отбору текстов и по формированию вопросов и заданий, которые помогают ученикам вырабатывать именно стратегии работы с текстом. Суть заключается в том, что мы как опытные читатели знаем, что тексты различаются, и мы, чтобы понять текст, мы по-разному с ним работаем. Одна стратегия работы с художественным текстом, другая стратегия работы с учебным текстом, с научно-популярным текстом, причем разные научно-популярные тексты подвигают нас к разным читательским стратегиям. И вот чтобы сформировать их учеников, нужна специальная работа. Понимаете, работа не в том, чтобы диагностику провести с помощью там ПИЗы или ФИПИ, а в том, чтобы детей подготовить к этой работе. Вот этим специально в рамках вот этого проекта межрегионального для школ. Это уже не работа отдельного учителя. Все-таки здесь учитель должен работать как бы с благословлением администрации школы. Когда администрация сказал, да, это нужно, это важно нам для развития школы, работайте, мы вас поддержим. Поэтому это, конечно, проект с договором, который мы заключаем с администрацией школы. Значит, как насчет работы здесь миссу ВЗ? Слушайте, пока что вот это так. Поскольку у нас в аналитике чтения первое, есть возможность догружать тексты, получается, ну, если, конечно, возможности здоровья, они связаны с умственным развитием, это один подход, со зрением, это другой подход, получается, получается, что мы предоставляем вам возможность загрузить в аналитик тот текст, который подходит для детьми с УВЗ. у нас сейчас есть контакты со специалистами, которые просто сотрудничают с компанией Директ Медиа, но мы непосредственно их сейчас еще к этому проекту не подключали. получается, пока что вопросы к тексту и задания вы задаете сами, а аналитик чтения у вас практически получается для детьми с УВЗ будет использоваться так, аналитик чтения это модуль тестирования и хранения информации, а вот сами тексты, вопросы к ним, получается, вы берете из тех пособий, которые разработаны для детей с теми особенностями здоровья, с которыми вы работаете и ничто не мешает вам принять участие вместе с учениками, с вашими воспитанниками. Здесь не нужна отдельная группа для детей с УВЗ или для детей одаренных, потому что у каждого свой читательский успех. Вы участвуете со своими детьми с УВЗ на общих основаниях, потому что у ваших детей свое продвижение, свой успех и своя история. У детей, там, пятиклассников, которые читают как старшеклассники, своя история и свой успех. И успех каждого не сравнивается. Поэтому никакая отдельная группа для этого события не нужна. Как обучиться сколько-то стоит, которые работают частным образом. Сейчас получается так, что участники этого сетевого события обучаются за счет Директ Медиа. То есть вы присоединяетесь к группе, регистрируетесь в ней, выполняете практические задания, которые получают участники обучения. И если вы выполнили все практические задания и там участвовали на этих всех сборах, вы за счет Директ Медиа получаете удостоверение. Причем у Директ Медиа есть лицензия на повышение квалификации, то есть удостоверение установленного образца. Коллеги, сейчас у нас 13.02. Ой, сколько часов! Слушайте, я забыла сколько часов. Сейчас я могу сказать вам, но суть, подключайтесь к нашему телеграм-каналу и все текущие вопросы мы с вами обсудим там непосредственно. Сейчас может быть я и успею сказать на сколько часов. Что-то вы знаете, я так увлеклась, что у меня вылетело из головы. Сейчас, секунду. Курсы. коллеги, давайте я не буду возводить заблуждение. Давайте я вам четко отвечу на сколько часов эти курсы прямо непосредственно там в группе, если это вас заинтересовало. Хорошо? А то я сейчас вам что-нибудь скажу, а потом буду сама себя исправлять. Прошу прощения, что не смогла быстро ответить на этот вопрос. Так. Ну что, прощаемся? тогда я вижу, что вы присоединяетесь уже к посылочкам. Рада вас приветствовать. Вижу вас. Вот. И прям непосредственно в телеграм-канале я сейчас отвечу на этот вопрос. Хорошо? Да. Тогда до встречи. Всего хорошего, коллеги. До встречи. Редактор субтитров Корректор А.